Снова всем велкам, это снова я, ДНГП. Сегодня у нас замечательная погода, я нахожусь на парковке торгового центра РИФ. Канмор называется. Да, сегодня ветреная погодка, но все хорошо. Как говорится, тепло, декабрь месяц, а у нас плюс 17 градусов, сейчас почти 20 на улице. Вот, сегодня речь у нас пойдет про автомобили вообще в Японии. Мы недавно, ну как недавно, уже почти год назад приобрели авто, тоже недорогое в Японии, чтобы ездить с семьей, потому что вдвоем это очень тяжело с двумя детьми. Это надо две коляски, надо обязательно какое-то место под багаж еще, под коляску багаж. Потому что ты же не будешь только с колясками ходить, надо же еще вещи куда-то класть и покупки какие-то делать. И я пока не полностью восстановился, поэтому передвигаться с двумя колясками по автобусам, перепрыгивать там с одного на другое, это очень неудобно. И мы решили приобрести себе авто. Ну, не в кей-кар, как я вот показываю на данный момент. Мы взяли себе минивэн. На данный момент из минивэнов, я считаю, самое оптимальное. Это либо Wellfire Alphard, либо El Grand, либо это Fred. Но мы взяли вот Alphard в 20-м кузове с небольшим тюнингом, с обвесом моделиста. Также здесь диски идут моделиста, оригинальные. И спереди у него идет TRD Sports, губа на передний бампер. Салон нас тоже устраивает, это 50 на 50, 50 процентов алькантара, 50 процентов кожи. Все чисто, никаких повреждений, ничего нету. Больших царапин или там с этих самых сколов, ничего такого нету. Так, оригинальный салон. Этот салон называется Type Gold 2. Тут у нас даже детские кресла стоят все. Вот для детей поставили вот одно, второе поменьше. Сзади там багажное отделение. Но я не буду все показывать. Очень большое багажное отделение, вмещает две коляски, либо можно одну двойную, еще куча вещей. Тут столик. Потолок белый, не черный. Но это не Executive Lounge, как в последних модификациях там у них есть с черным потолком. Но здесь белый стоит, обычный. В целом, машина неплохая, очень мягко идет, никаких проблем нету. Единственное, только вот с лямбда зондом были небольшие, но там по гарантии тут же все поменяли. Брали мы ее в Флот Авто, это недалеко от Токио, в Чиби находится магазин. То есть, здесь полностью как бы электропакет на все двери стоит, на багажник в том числе. Магазин, кстати, только специализируется вот именно на таких моделях машин, как Альфарда и Велфайр в 20-м кузове. То есть, если мы открываем багажник, к примеру, тоже все открывается с кнопки автоматически. Да, здесь вот небольшой как бы бардак, не убрано немного, но просто мы только вот выгрузили вещи детские, ездили. Как бы сиденье все поднимается, все нормально, чисто, удобно. Никаких, скажем так, тоже повреждений кожи или салона нету. Кстати, в этих еще модификациях они еще на этом самом, ну здесь не написано. Ну вот на предупреждение на дверях стоят еще на русском языке. Да, сзади тоже видно, что у него стоит обвес моделиста с шилдиком Type Gold 2. Шилдик Type Gold 2 вешается на модели, у которых стоит именно салон Type Gold идет с коричневой алькантарой и с черной кожей. Ветер сегодня у нас сильный, возможно там будут какие-то помехи. Да, что здесь по элементам, что включено вообще в салон? Ну, как вы знаете, ионизатор воздуха у него идет, эко-мод, парктроник, подсветка на крыше. Так, что еще есть тут? Круиз-контроль есть, но с контролем скорости только автоматическим. А также есть у него трехзонный климат-контроль. Это переднее сиденье, сиденье пассажира спереди и салон сзади. Ну, в целом этого хватает. Также всякий датчик дождя, датчик освещенности. Фары включаются автоматически. Электропривод на обе двери и задний багажник. Ну, то есть, также телевизор идет сзади, можно мультики включить детям. Очень удобно. Вообще, для семьи, я считаю, один из лучших вариантов автомобиля. Очень удобно им пользоваться. Складывающиеся зеркала, то есть автоматически, если вы машину закрываете, они закрываются автоматически вместе. Стоят 360 камеры. Вот здесь стоят две камеры на зеркалах. Спереди камера стоит и сзади камера стоит. То есть, в 360 все видно, хорошо парковаться. Никаких проблем нет. Резина была здесь китайская. Пришлось заменить, потому что она уже старая и сохлася. Мы поменяли ее на Yokogama от One. Это модель DB552. Я бы ее рекомендовал для покупки всем тем, кому нравится, чтобы в машине было тихо. Да, и вообще, я здесь с машиной пока еще, кроме замены резины, я ничего не делал. Но единственное, что полировал немного стекла, потому что, как вы знаете, в Японии не очень-то любят за машинами ухаживать. Некоторые люди, и вот на стеклах бывают такие пятна, как бы, как она называется, водный камень. Но более-менее вот так вот немного видно там, грязь там немного. Эти пятна, бывает, проявляются. Надо их иногда полировать. Так вроде ничего, нормально. В целом, машиной доволен. По управляемости хорошо идет, без всяких нареканий. Да, почему выбрал именно эту модель? Ну, во-первых, мне нравится она по дизайну. Дизайн его классический. Вот новые модели Альфардов выглядят, ну, не очень для меня. Как грузовики выглядят. Типа Форда Раптор или там какой-нибудь GMC. Такие высокая морда, агрессивный дизайн. Мне так и не очень нравится. Ну, в целом, 20-й кузов в обвесе моделиста вполне себе неплохо выглядит для меня. Что касается года. Это 2014 год. Машине уже 9 лет. Ну, скоро будет 10. Брали мы ее с пробегом около 100 тысяч километров. Но даже с этим пробегом у нее все практически как новое. Там единственное, что, ну, небольшие потертости, может быть, на пластике и на коже. Не то есть еле заметные. Пробеги здесь никто не скручивает. И это никому не надо. Потому что за это могут и посадить. И компанию настолько оштрафовать, что невыгодно будет просто этим заниматься. Поэтому пробеги все на родное. Все нормально. Что касается самой вообще машины. Сколько она может стоить. Вообще машины в 20-м... Ну, это я имею в виду Альфарда или Вилфайр. В 20-м кузове стоит в районе полутора миллионов. Там от миллиона до двух. Где-то так. Ну, средняя цена полтора. Это на рубли переводить где-то от, ну, по факту, 500 тысяч рублей до миллиона. Мы ее взяли где-то за полтора миллиона йен. Это сколько? В рублях где-то, наверное, 800 тысяч рублей. Где-то на текущий курс. Ну, в целом, это не такие большие деньги. Можно сказать, если сравнивать с Россией, то это цена Лады Гранты или Лады Весты старая цена, например. Да, но она не новая, конечно. Лада Веста-то была новая за эти деньги. Но тут уже, как говорится, кому что нравится. Если брать вообще другую модель, ну, какой-нибудь типа Степвагон там или, к примеру, Делику, Митсубис. Ну, мне чисто дизайн не нравится. По дизайну вот Альфард самая оптимальна. И все устраивает. Возможности вывезти ее пока нет. Потому что, как вы знаете, все машины объемом свыше двух литров запрещены к вывозу из Японии. И из-за этого цены на бэушки в Японии вообще упали очень сильно. При этом многие пытаются сейчас продавать через другие страны. Там есть какие-то пути. Я в подробности не вдавался. Но это, если вам интересно, погуглите, поспрашивайте. Я не занимаюсь никакими продажами. Ничем вообще с машинами не связан. Никак. Ну, только как пользователь. Есть ли какие-то на нее запчасти? Да, есть полно запчастей. Я удивился, что оказывается на машины даже десятилетней давности до сих пор есть новые запчасти на складах автосалонов Toyota. И, да, я ее обслуживаю в официальном дилере. Там все норм. Ну, вот это следующий дизайн. Вот, как вы видите, вот она морда у нее уже такая более агрессивная. Это Альфар в 30-м кузове до рестайлинга. Там потом рестайлинг еще сделали ему. По размеру они примерно одинаковые. Что брать, если такой Альфар в 30-м, что в 20-м. Размер одинаковый совершенно. Ничего не меняется. То есть, только дизайн фар и решетки радиатора поменяли. Ну, плюс еще, возможно, вот боковые. Там дверь немного по-другому выглядит. Что касается расхода. Ну, где-то 10 литров на 100 километров примерно. Если Эко-мод включить, ну, можно девятку выжать из него. 9 литров. Ну, вполне нормальный расход. Как бы, как у обычной легковушки. Там 2,5 литра движок идет. Бодро разгоняется. Мне в гоночный автомобиль не нужно. Мне семью лазить. Но если надо где-то там прибавить газу, то это допустимо. Как бы и спокойно можно это сделать. Такой вот обзор автомобиля нашего семейного. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Также не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения и новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok